Две знатные фамилии, равнопочтенные, в Вероне обитали, но ненависть терзала их давно, всегда они друг с другом враждовали. До бунта их раздоры довели, и руки их окрасились кровью, но сердце два они произвели, на зло вражде пылавшие любовью. И грустная двухлюбящих судьба старинные раздоры прекратила, фамилии тех свирепая борьба, влюбленных смерть, любви их, страстная сила. Так, начинается всемирно известная пьеса Ромео и Джульетта. Сегодня как раз отмечается День Ромео и Джульетты. А заканчивается пьеса тем, что Ромео, узнав о смерти Джульетты, мчится попрощаться с ней. В фамильном склепе Капулеттио натыкается на графа Париса и в пылу начавшейся ссоры убивает его. Думая, что Джульетта мертва и не зная, что это лишь сон, Ромео выпивает яд. Джульетта просыпается и в отчаянии, видя его труп, закалывает себя. Вскоре в склеп прибывают представители обоих семейств и герцог. Отец Лоренцо, появившийся здесь раньше, но не сумевший помешать героям, объясняет ситуацию. Над телами своих детей семьи Монтеки и Капулетти забывают о своей розни. Иессу завершают слова герцога. Нет повести печальной на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Но печалиться и грустить, конечно, не стоит, поскольку поводов для радости вокруг куда больше. Надеюсь, что многие за прошедшие выходные как следует отдохнули и выспались. Впереди нас ждет новая неделя, а значит, ждут нас еще и больше возможностей, за которые мы желаем вам смело хвататься. Еще один повод порадоваться – наступление весны. Погода нас балует день ото дня. Солнце светит все ярче и даже согревает. Чистое голубое небо над головой тоже не может не приносить нам позитивные, хорошие эмоции. На календаре 11 марта приветствую всех, кто просыпается вместе с утра Якутии на главных телеканалах Республики. И вот с чего мы предлагаем вам начать понедельник. Как попасть в Росгвардию? Отбор функции, документация, возрастные и физические ограничения. Об этом поговорим с нашим гостем Николаем Птицыным. Принесемся с вами в 70-е годы и расскажем, какие модели зимних шапок были популярны в Якутии, сколько пушнины сдавала Покровская звероферма и как сейчас поживает героиня съемок 1979 года «Охотник дом на Николаева». Вместе с Павлом Таниным, моим коллегой, отправимся на горнолыжную базу в Шерегеш. В конце марта у жителей и гостей столицы есть возможность посетить спектакли Мирненского театра. Подробнее о гастролях мы поговорим с художественным руководителем Андреем Габышевым. Помимо этого прочего, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Вот с этой стороны можете отсканировать QR-код и сразу попадете к нам. Там все последние события, то, что не вошло в наш эфир, а также различные подарки мы периодически стараемся вам дарить. Также наша почта «Утро Якутии», на которую вы всегда можете выйти с нами на обратную связь, поделиться фото-видео материалами, просто своим хорошим настроением или задать какой-то интересующий вопрос. Ну, далее я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее – блок новостей. Число биометрических образцов в единой биометрической системе достигло почти 70 миллионов. Отмечается, что с четвертого квартала прошлого года наблюдается значительный прирост числа регистраций. Это связано в том числе с расширением возможности регистрации биометрии через мобильное приложение. Ежедневно свои биометрические данные регистрируют около полутора-двух тысяч человек. Как очно в отделениях банков, так и через мобильное приложение госуслуги биометрия. Указано, что напрямую в ЕБС зарегистрировались более миллиона человек. Остальные же биометрические образцы, изображения лиц и записи голосов были переданы в защищенную госсистему в рамках процедуры импорта данных. Более 420 тысяч кубометров снега вывезли за зимний сезон в Якутске. Бригада по уборке снега, несмотря на праздничные и выходные дни, работает круглосуточно и без перерывов. Глава столицы региона отметил, что впереди еще примерно месяц активной снегоуборки. Отмечается, что в этом году также проведены работы по увеличению площади основания полигона, которая дает возможность одновременной разгрузки большего числа самосвалов, а также решает проблему с очередями на въезде, которые были в прошлом году. На сегодня проектная мощность полигона заполнена на 56%. Минтрут разработал новый порядок предоставления пособий по безработице. В январе этого года безработица в России составила 2,9% и вернулась к своему минимальному уровню. Для получения выплат необходимо обратиться в службу занятости и встать на учет как безработному. Подать заявление можно через госуслуги или портал «Работа России». На этом портале перечислены категории людей, которым пособие не положено. Один документ с правилами заменит собой несколько прежних приказов. В перечень выплат попали пособия по безработице, досрочная пенсия и ежемесячная доплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В Якутске прошли финальные схватки международного турнира по вольной борьбе, посвященного 75-летию первого олимпийского чемпиона Якутии, заслуженного мастера спорта Романа Дмитриева. Напомним, второй день принес якутянам четыре медали. Таким образом, в копилке республики одно золото, одно серебро и две бронзы. В весовой категории 79 килограммов за медаль высшего достоинства на ковер вышел Роман Николаев. Кроме этого, любители вольной борьбы посмотрели схватки пяти наших борцов в разных весовых категориях. Трансляцию финальных схваток можно было посмотреть на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт». У всех команд есть финалисты, и это радует. Не только там раньше, как в России. Сейчас все страны привезли очень сильных спортсменов. Пожелаю нашему спортсмену Роману Николаеву победы, конечно. Ну и вчера тоже у нас золотая медаль была, и сегодня надеемся, что будет золотая медаль Республики Саха-Якутия. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. Совсем скоро начнутся вступительные экзамены в учебные заведения. Кто-то уже выбрал свою будущую профессию, а кто-то все-таки еще не определился. Возможно, гость нашей студии поможет некоторым ребятам определиться с выбором. Сегодня у нас в гостях помощник, начальник отделения учета и комплектования штаба управления Росгвардии по Республике, капитан Николай Птицын. Николай, доброе утро. Доброе утро. Ну, первый интересующий вопрос, да, сложно ли просто ли вообще вступить в военные вузы, поступить, да, в военные вузы Росгвардии, где можно обучиться? Ну, хотелось бы сначала начать с того, что в нашей структуре, в Федеральной службе ВНГРФ, существует 4 института. Это располагается в таких городах, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Перим и Саратов. Данные военно-учебные заведения готовят кадровый резерв и кадровых офицеров для войск. И, соответственно, обучение проходит в течение 5 лет, казарменное положение и полностью гособеспечение. Ну, на мой взгляд, поступить, ну, как бы достаточно сложно, потому что необходимо пройти ряд проверочных мероприятий, такие, как военно-врачебная комиссия, психологический отбор и по линии МВД, ФСБ тоже проверочные мероприятия проходят. То есть такой отдельный ряд требований, да? Да, ряд требований, да, все-таки имеется. И на данный момент, ну, мое личное мнение, также граждане недостаточно проинформированы насчет военных институтов. Вот, допустим, Министерство обороны России тоже есть свои институты, да? Вот я пришел сегодня как гость и представляю интересы, и вот провожу агитацию для поступления в военно-образовательные учреждения Росгвардии. Вот и хотелось бы, конечно, по возможности более четко, лаконично, ну, объяснить правила поступления данной военной института. Ну, вот определились мы, да, что, какие экзамены, какие документы необходимо предъявить, да? Вообще есть свои определенные требования по физическим каким-то, да, данным, по здоровью? Есть. Ну, во-первых, необходимо определиться гражданину, да, молодому человеку с выбором института, потому что, ну, это не гражданская организация, выпускаются офицерами, и поэтому в любом случае надо четко знать, куда идешь и зачем идешь. Вот это вот должно быть у кандидата. Потом следующий шаг, это, соответственно, обращение через военные комиссариаты по месту учета, и через военные комиссариаты проходят проверочные мероприятия. И до 1 апреля 24-го года военные комиссариаты принимают заявление, но идут тоже навстречу гражданам, потому что не все успевают. Чуть если даже опоздали, могут принять ваше заявление, и к заявлению прикладывается вот ряд документов, там, характеристика, автобиография, вот эти проверочные мероприятия, форма допуска оформляется к работе секретными сведениями. Вот, и далее идет уже отправка личных дел, сформированных военным комиссариатом, до 20 мая этого года, военный институт. Оттуда уже приходит вызов, и, ну, кандидата приглашают для поступления в институты. Ну, дополнительно еще и испытательные, вступительные испытания какие-то нужно пройти, да? Ну, да, да, ну, насчет вступительных испытаний, это получается на базе единого государственного экзамена проходится, да, отбор и поступление. То есть необходимо выбрать, вот по институтам, вот я вначале говорил, что 4 института и существуют, и каждый институт готовит по направлению деятельности. Допустим, ну, простыми словами объясню, Пермский военный институт это тыловое направление, там, кинологи, служба тыла, автобронетанковой техники. А в Саратовском военном институте это командное звено, в Санкт-Петербургском тоже командное звено, и в том числе офицеры военно-политической работы, вот психологи. И в Новосибирском институте это вот кадровые тоже офицеры, командиры заводов, и плюс к этому разведывательный факультет имеется. Все они различаются по направлениям? Да, различаются по направлениям, и в зависимости от факультетов поступления. Там, получается, в основном требуются результаты георусский, общество знания, истории, это основные, и потом уже по техническим профилям математика, физика, русский язык. Соответственно, чем больше балл по единому государственному экзамену, естественно, поступление выше. А по возрасту, да, можно вот только при окончании 11 классов и старше, или как? Ну вот, получается, имеют право поступить граждане, имеющие среднее образование и среднее профессиональное образование. То есть после 11 класса могут поступить, да, по результатам ЕГИ, или же имеющие среднее профессиональное образование на базе диплома ихнего. Или даже если они в этом году заканчивают, они при написании заявления прикладывают текущую успеваемость, и потом уже получив экстерном, сдав экзамены, получив диплом, уже прикладывают на основании диплома полученного, имеют право поступить. Если еще вот такой нюанс существует, если у кандидата нету каких-либо ЕГИ, да, допустим, русский, там общество знаний сдал, истории нету, к примеру. Ничего страшного, в каждом институте это организовано, и в июле месяце организовывается сдача ЕГИ по данным, ну, по отсутствующим предметам. Полностью материальная база представляется учебными пособиями и так далее. Ну, в этом направлении дополнительно могу сказать, что военные институты, вот когда гражданин убывает туда для поступления, да, там отдают документы, его приглашают, он идет, и там абсолютно бесплатно имеет возможность проживания в казармах, в общежитиях, и полностью обеспечивается литературой и готовится спокойно к экзаменам. И потом дополнительные вот эти еще проверки проходят по линии профпригодности, это психологи работают, и потом сдают еще физподготовку. Там обязательно сдача физподготовки существует. Ну, нормативы, ну, то, что вы достаточно легкие, подъемные, ну, вот на отличные примеры надо потянуться 11 раз, на хорошо 9, на удовлетворительно 7. Вот пробежать надо необходимо 3 километра за 12 минут, это вот отлично, отлично. 100 метров на 13,6, допустим, да. Вот это отличные результаты. Если вот гражданин имеет физическую, так сказать, способность выдерживать и пройти вот эти испытания, проблем никаких не должно быть. Ага, Николай, времени у нас совсем немного, да, вот как можно вступить, да, вот куда обратиться? Обязательно это на сайт учреждения образовательного или можно как-то вот... Да, вот, ну, в средствах массовой информации и вот через интернет, ну, в поисковике вбивают, ну, запрос оформляется, допустим, Саратовский военный суд Росгвардии. Официальные сайты в каждом институте есть, там есть вкладка для абитуриентов или для поступления. Вот там полностью информация вся размещена, вот, и при поступлении необходимо подать заявление в военный комиссариат или же напрямую обратиться в управление Росгвардии по республике Саха-Якутия по Велийскому тракту. Николай, спасибо вам огромное. Надеемся, после нашего эфира чуть больше молодых людей и не только, кстати, девушек тоже заинтересуются будущей профессией. Спасибо. Ну, а мы продолжаем сегодня. Если вы не согласны с решением, которое постановил суд, что делать? В какой срок можно обжаловать решение суда, куда подаются и адресуются жалобы? Какие нюансы обжалования в принципе существуют? Об этом расскажет наш юрист. Доброе утро. Каждый из нас по каким-то причинам в своей жизни может столкнуться с необходимостью обжаловать решение суда, которое вас не совсем устраивает. Что же делать в такой ситуации? Об этом мы с вами сегодня и побеседуем. Общеизвестно, что любое решение суда может быть обжаловано на какой-либо сторон высшестоящий суд. Для мирового суда высшестоящим является районный суд. Для районного суда – Верховный суд Республики. А для Верховного суда Республики – Девятый Кассационный суд общей республики. А уж для него – Верховный суд России. При обжаловании главное учесть предусмотренные для этого законом сроки. По гражданским делам таким сроком является один месяц со дня вынесения решения. По уголовным делам – 15 суток со дня провозглашения приговора. По делам об административных правонарушениях – 10 суток со дня получения постановления на руки. Но не нужно расстраиваться в случае, если по каким-то причинам вы пропустили сроки обжалования, так как он может быть восстановлен судом по вашему ходатайству при наличии уважительной причины. Операционная жалоба по гражданским делам подлежит обязательной уплате государственной обошлины в размере 150 рублей. Кроме того, копию жалобы вам будет необходимо направить в адрес другую страну. В случае, если вы обжалуете приговор по уголовному делу или постановление по делу об административном правонарушении, то вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. А также у вас не будет необходимости направлять копию жалобы сторонам, так как это за вас сделает суд. На этом пока все. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Меня зовут Ирина Григорьева. Я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия Республики Сахая-Куте. История мирового кинематографа насчитывает уже более ста лет. Каждый кадр, сделанный на разных кинопленках, это исторический видеодокумент. Благодаря кинематографу мы становимся очевидцами фактов, событий и человеческих историй. И даже моды. В СССР была своя мода. Советские модельеры сообщали о новых трендах на показах. И рассказывали они в журналах крестьянки и работницы. Юбки советских женщин с годами становились все короче. А брюки у мужчин трансформировались в клеш, дудочки и в трубы. Только модели зимних шапок, кажется, не менялись десятилетиями. Это кадры старого города Якутска 1979 года. В объективе якутские модницы в головных уборах. В 70-80-е годы особым шиком было носить меховую шапку, как у Нади из фильма «Ирония судьбы» или с легким паром. В магазинах продавались не только шапки-кубанки из лисы, но и чернобурки из песца. Но такие головные уборы были не из дешевых. В среднем стоимость шапки из приличного меха варьировалась от 150 до 300 рублей. А это одна или две зарплаты. В середине 20-х годов в Советском Союзе существовали 4 питомника. Байкальский, Сахалинский, Соловецкий и Шершинский. Но эти хозяйства давали небольшой экономический эффект. Разводились звери низко ценности, не было опытных кадров, ни технологий производства. Но к началу 30-х годов значительно возросло поголовье зверей. Образовались новые хозяйства. В советское время Покровская зверофирма считалась одной из самых крупных на Востоке страны. Она была создана в 1943 году. Здесь разводились ребристых чернобурых лисиц и голубых песцов. В кадре бригадиры, настоящие профессионалы своего дела. Долгое время хозяйства возглавлял Гаврил Попов, которого вы сейчас видите на наших экранах. Съемочная бригада Восточной кинохроники в 1979 году успела зафиксировать те производственные рекорды. Здесь производственная бригада обслуживала по 2000 зверушек, а таких бригад здесь было 5. Доход фирмы за несколько месяцев составил 400 тысяч рублей. На звероферме успешно сочетали промысловую добычу с разведением клеточной пушнины. И вправду, якутских модниц шапками закидали в том далеком 1979 году. А охотничий промысел в Якутии – это очень тяжелый труд. Об этом не понаслышке знает наша героиня – 17-летняя Домна Николаева, жительница Оленёкского района. В 1979 году оператор Никандр Савинов в Восточной сибирской студии кинохроники побывал в гостях у семьи оленеводов Николаевых. На этих кадрах мать – Марфия Петровна Николаева, четыре сына – Алёша, Ерасим, Володя и Петя, и четыре дочери – Надежда, Наталья, Марина и Кристина. Отец был охотником. Домна – второй ребенок в семье, но она была на этот момент уже главой семейства. Судьба распорядилась по-своему. Скорепостижная смерть отца заставила девушку заняться охотничьим промыслом. После окончания школы по комсомольской путевке на несколько лет на промысел. Ее наставник, коллега, друг отца, Яков Христофорович Макаров, поверяет ей охотничьи секреты. Наступает ли полярная ночь, не идет ли пурга. Домна всегда возвращалась с охоты с добычей. Несмотря на юный возраст, а Домне на тот момент было 18 лет, она была уже депутатом Оленёкского районного совета. Нам стало очень интересно, как же сложилась судьба у Домны Николаевой после этих съемок 1979 года. Благодаря нашим зрителям мы ее нашли. Домна Петровна Спиридонова сейчас проживает в селе Юрюнхая в Аннабарском районе. Ей сейчас 64 года. После съемок 1979 года жизнь молодой девушки изменилась. После года работы кадровым охотником она вышла замуж и приехала с Оленёкского района в Аннабарский район. Работала бухгалтером-кастиром, а потом и завхозом школы в селе Юрюнхая. У нее пять детей, более десяти внуков и одна правнучка. Как призналась нам сама Домна Петровна, в том далеком 1979 году в сельском клубе показывали эти кадры, но она не смогла посмотреть. Охотилась, призналась героиня. Теперь, через 45 лет, благодаря нашему оператору Никандру Савинову, Домна Петровна Спиридонова может вспомнить те прекрасные моменты. Это была рубрика «История в кадрах». Путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно. Иногда по утрам нам тяжело вставать с кровати. Времени не хватает даже на завтрак и тем более на зарядку. Однако пренебрегать разминкой после сна не стоит. Порой она может оказаться даже эффективнее, чем вечерняя тренировка. Итак, давайте мы вас немножко помотивируем. Благодаря тренировкам по утрам сжигается больше жира, улучшается сон, снижается уровень стресса, улучшается дисциплина, ведь все это обязательно должно войти в привычку. Давайте уже не будем томить и начнем ее прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских. Я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам разминку, которую вы сможете повторить в домашних условиях. В этом мне помогут воспитанницы спортивного клуба «Либерти», и гимнастки сборной Республики Саха-Якутия. Давайте начнем. Итак, ножки вместе, ручки в замочек. Начинаем разминать наши пальчики. Подключаем правую ножку. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другая ножка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Ножки вместе. Пружинка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вытянули ручки наверх. Улыбаемся. Вытянули шейку. Стоим, держим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Выросли. Ручки в стороны, ножки на ширине плеч. Готовимся. Наклоны. И раз, и два, и три. Не торопимся. Четыре, и пять, и шесть. Тянем бок. Семь, и восемь. Ручки вперед. Наклон. И раз. Раз, вытягиваем позвоночник. И два. Длинная шея. Три коленочки затянуты. Четыре, пять, еще ниже. Шесть, семь. Отлично. Вытянулись. Сели вниз. Выпад на правую ножку. Качаемся. И раз, качаемся. Два, три, активней. Четыре. Развернулись. И пять. Выпад. Шесть. Спинка прямая. Семь. Восемь. Другая ножка. И раз, ниже. Два. Три. Четыре. Развернулись. И пять. Шейка. Шесть. Семь. Восемь. Делаем упражнение на пресс. Ножницы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим ножки. Раз, два, три. Улыбаемся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И повторили еще раз. Отлично. Сделали складочку. Потянулись вперед. Вытянули позвоночник. Вытянули ручки. И раз. Два. Лежим в складочке. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Встали на ножки. Сделали глубокий вдох. Выдох. Умницы. Спасибо. На этом наша разминка закончена. Занимайтесь спортом. Занимайтесь художественной гимнастикой. И будьте здоровы. А вот наш Павел Танин вот уже неделю поддерживает себя физическими нагрузками. И это не только утренняя разминка, а занятие зимним олимпийским видом спорта. Паш на данный момент находится в Кемеровской области на одном из самых известных и посещаемых горнолыжных курортов в России. Поселке Шерегеш. Горнолыжный спорт, ну и сноубордик, соответственно, в нашей стране популярность набрал уже очень давно. Но и сегодня в нашей стране огромное количество мест, где можно этому научиться или отточить уже какие-то имеющиеся навыки, познать для себя что-то новое. В России насчитывается несколько десятков горнолыжных курортов. Если говорить про нашу Якутию, то покататься можно в Алдане, в Нерюнгре, в Хангаласском Улусе. Если же выйти за пределы региона, то, конечно, гор в нашей стране хватает. Например, Кавказские горы, в Сочи неплохие вещи. Мы же находимся в Кемеровской области, поселок Шерегеш. Здесь, наверное, один из популярнейших горнолыжных курортов нашей страны. И, соответственно, когда мы начинаем говорить про то, что катание на сноуборде, на горных лыжах, в первую очередь есть вопросы, насколько это сложно, насколько это несложно, что по экипировке. И на эти вопросы всегда может ответить человек, который сноуборд, скорее всего, знает от А до Я. Вот рядом со мной находится инструктор Евгений. Евгений, здравствуй. Здравствуйте. Ну, собственно, главный вопрос для наших зрителей, кто вдруг вот сейчас смотрит нас с утра пораньше и думает, вот хотелось бы мне научиться кататься. Насколько это сложно? Это несложно совершенно. Банально можно прийти и посмотреть, как учатся ребята кататься, и сразу захочется и самому на лыжи встать слегка попроще для начала. На сноуборде придется все-таки попросить помощь друга или инструктора. Если человек физически чем-то занимается, подготовлен, да, я имею в виду спортивное телослужение, какие-то, может быть, даже танцы, он научится гораздо быстрее. Но учиться можно буквально за два часа до любительского уровня кататься практически с каждой трассы курорта Шерегеш. Евгений, спасибо большое. Вот узнали мы, наверное, главную теорию базиса. Ну и дальше будем, конечно же, выяснять на себе, в том числе, пробовать все тонкости, сложности сноуборнинга в моем случае. Ну и вообще узнаем, что помимо самого спорта привлекает людей приезжать на горнолыжные курорты. Горнолыжный курорт – это уникальная возможность встретиться с друзьям, которые по той или иной причине не виделись очень многое время, долго, несколько лет, а может быть, 50-летий. Как правило, это связано с тем, что кто-то живет в одном городе, кто-то в другом, и каждые выходные ходить друг к другу в гости просто не бывает возможности. И вот как раз тут вот есть девушка по имени Анна, и мы у нее спросим, вообще мы знаем, что Анна сама из Якутска, но уже долгое время проживает в другом городе. И я думаю, тем приятнее будет от тебя услышать, вот, ну, твои ощущения от того, что, ну, много, достаточно долго, да? Явно, что больше недели ты не видела друзей. Больше недели, больше двух, и больше года, и больше трех лет, и больше пяти лет. Ты сейчас проживаешь в городе Санкт-Петербурге. А сколько лет ты уже проживаешь? Седьмой год. Седьмой год. То есть семь лет, и вот вы приехали, собрались здесь, ощущения твои, эмоции, пожалуйста. Ну, это очень круто. Я не видела друзей давно, мы не собирались в такой компании огромной, давно. И я свободна здесь, без детей, без мужей. Я гоняю на доске. Это, конечно, тут-то по вечерам собираемся, обсуждаем, вспоминаем. Ну, это здорово. Это особая атмосфера. Здесь вора, снежок, солнце, родные рядом. Мы можем связать тебя с кем-нибудь, кто сейчас находится в Якутске, из твоих родных, может даже привет передать. Да, это моя мама. Мам, привет. В повседневной жизни нам не всегда удается провести время с семьей, а здесь вы посвящены сами себе. Происходит какое-то некое дополнительное сплочение всех домочадцев. И, наверное, подробнее мы об этом узнаем у наших еще одних героев. Это Евгений и Юлия. Здравствуйте. Приехали. Здравствуйте. С всей семьей с детьми приехали и учите их кататься на сноуборде. Что можно сказать про отдых на горнолыжном курорте именно всей семьей, именно с детьми? Мы в этом году взяли с собой детей. Все четвером катаемся. Они у нас второй сезон как стали на доске. Был выбор именно лыжи либо доски. Нет доски, вы уже на досках катаетесь, поэтому мы тоже будем кататься на сноубордах. Именно сноуборд, лыжи, гора, совместное времяпрепровождение, когда всей семьей чему-то учишься, что-то вместе добиваешься, это очень сплочает. Находятся общие темы для разговора, получаются какие-то совместные эмоции, какие-то переживания, какие-то драйвовые фотографии, видео. Потом все это смотришь, просто все смеемся, все на позитиве. Несмотря на то, что горы сами по себе всегда звучат как-то так брутально, страшно, тут всегда есть место романтики. Вот, например, позади меня видно множество фонарей, потому что на этом горнолыжном курорте в некоторых секторах предусмотрены так называемые вечерние катания, до 10 часов вечера под вот это освещение прекрасное можно прокатиться. И здесь у нас есть герои, вот эти замечательные Галина и Артем. Здравствуйте! Здравствуйте! 14 лет назад Артем, вот этот молодой человек, сделал предложение Галине, правильно? Правильно, совершенно верно. Пошел, купил кольцо, и оно у меня было где-то два месяца, наверное, до приезда сюда. И с ним здесь я катался пять дней на горе, еще раз уж ждал, видать. Стоит не стоит. Да, ждал еще погоды, потому что все-таки высшая точка. И самый нормальный, подходящий день, как раз у нас было здесь много друзей, знакомых, и мы все вместе поехали на гору. И это вот неожиданно сделал предложение. Ровно 14 лет назад на кресте, на самой верхней точке, супруг мне сделал предложение. И это первый год, когда мы приехали обратно. И это очень знаменательно. За это время у нас много что произошло, появились детки. Но горы, они тянут, и поэтому здесь очень здорово. Дорогие зрители, для вас вот эти минуты прошли буквально незаметно, но в эти минуты уместилась на самом деле целая неделя жизни здесь, на горнолыжном курорте. Мы узнали, чем привлекает людей отдых подобного рода, чем привлекает людей данный вид спорта. Мы поняли, что это атмосфера встреч с друзьями, семейный отдых и даже немножко романтики. Ну и, конечно же, сам спорт. Сноуборд и горные лыжи. Ну и на своем примере я пытался показать, и, возможно, сейчас мы это можем видеть, что за пару дней человек без опыта катания на доске может научиться, ну, как каким-то базовым приемом и, в принципе, уверенно держаться на этом спортивном снаряде. Вот такая вот замечательная поездка на горнолыжный курорт получилась. Павел Танин, Кемеровская область, поселок Шерегеш. Очень надеюсь, что нам не придется говорить, что после этого репортажа мы Пашу больше не видели. Ну а если без шуток, Паш, мы тебя очень ждем, передаем тебе огромный пламенный привет. Отдохнувшим и с новыми силами ждем тебя, чтобы ты приступил к работе. А после утренней зарядки можно и подкрепиться. Сегодня можно и блинчиков на завтрак. Масленица началась, дорогие друзья. С другими же знаменательными событиями 11 марта предлагаем вам ознакомиться далее. На календаре 11 марта. В этот день начинается Масленица, а мусульмане отмечают Рамадан. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. День работника органов наркоконтроля России по народному календарю Прокоп Перезимний. В этот день наступала настоящая весна. Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, это означало, что начинать сеять лучше пораньше. Как только появлялись подснежники, крестьяне начинали пахать землю. Этот день в истории. Николай I утвердил положение о гражданских мундирах. Состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Регалетта». Французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного – панды. Состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона. День начала пандемии коронавируса. В этот день родились Тарквата Тасса, итальянский поэт Василий Чичагов, русский военный офицер, мореплаватель, адмирал. Мариус Петипа – французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог. Георгий Юматов – советский киноактер, народный артист РСФСР. Александра Забелина – советская фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка, тренер. Именины в этот день отмечают Макар, Михаил, Ниссан, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков. А вы знали, что Масленица – это не женщина, а мужчина? Чтобы помочь весне прогнать зиму, устраивали весенние гуляния и славили Ярила, языческого бога солнца и плодородия. Он представлялся древним русичем в образе молодого мужчины, ежегодно умирающего и вновь воскрешающего. Воскреснув, он дарил людям весеннее тепло и надежду на новый обильный урожай. До крещения Руси праздник Масленицы отмечали семь дней перед днем весеннего равноденствия и еще неделю после него. В России на Масленицу всегда гуляли с размахом. Петр I не отказывал себе в удовольствии прокатиться по Санкт-Петербургу на запряженном лошадьми корабле. А его дочь Елизавета, по словам очевидцев, с большим энтузиазмом участвовала в застольях, съедая по две дюжины блинов. А в годы правления Екатерины II в большом почете были трехдневные маскарадные шествия, состоявшие из 200-400 человек. А знаменитая поговорка «Первый блин комом» дошла до нас в искаженном виде и приобрела совершенно другой смысл. На самом деле поговорка должна звучать «Первый блин комам». Камами наши предки называли медведей, а праздник весеннего равноденствия называли комоедицей. Когда-то, отмечая Масленицу или Комоедицу, наши предки поутру шли в лес и оставляли подношение медвежьему богу Каме на пеньках. От этой традиции и пошло выражение «Первый блин Каме». Со временем Камоедица превратилась в самостоятельный белорусский праздник, посвященный пробуждению медведя от зимней спячки. Встреча весны, которая включается в этой стране 6 апреля. А начало весны вдохновляет нас на новые начинания, в то время как гороскоп обещает удачу и успешные решения в различных сферах жизни. На предстоящей неделе с 11 по 17 марта этого года. Что звезды обещают каждому знаку зодиака, узнаем прямо сейчас. Овен. Для овнов неделя будет наполнена новыми возможностями и шансами на успех. Вы сможете проявить свои таланты и умения в новых проектах и задачах. Не бойтесь экспериментировать и идти на риск, если это поможет вам достичь цели. В личной жизни будьте открыты для новых знакомств и отношений. Телец. Тельцам недели принесет много новых возможностей для развития и роста. Вы сможете добиться успеха в работе и бизнесе благодаря своей настойчивости и упорству. В личных отношениях проявите больше внимания и заботы к своим близким и друзьям. Близнецы. Близнецам недели принесет множество новых идей и возможностей. Используйте свой творческий потенциал и интуицию, чтобы найти новые пути для достижения успеха. В личной жизни проявляйте больше уважения и понимания к своим партнерам и близким. Рак. Ракам недели принесет много изменений и неожиданностей. Вы будете находиться в постоянном движении и поиске новых возможностей. Не забывайте о своих близких и друзьях, которые всегда будут рядом в трудные минуты. Лев. Львам недели принесет новые возможности для роста и развития. Используйте свои лидерские качества и умение убеждать, чтобы достичь поставленных целей. В личной жизни проявите больше заботы и внимания к своим близким. Дева. Девам недели принесет много новых задач и вызовов. Будьте готовы к тому, что придется трудиться больше, чем обычно. Но не бойтесь трудностей, они помогут вам стать лучше и сильнее. В личной жизни уделяйте больше времени своим близким и любимым людям. Весы. Весам недели подарит много интересных знакомств и возможностей для развития. Не бойтесь рисковать и экспериментировать, если это помогает вам достичь успеха. В личной жизни проявляйте больше доверия и понимания к своему партнеру. Скорпион. Скорпионом неделя преподнесет много неожиданных событий и перемен. Будьте готовы к новым вызовам и не бойтесь принимать решения, которые могут изменить вашу жизнь. В личной жизни старайтесь быть более открытыми и честными со своими близкими. Стрелец. Стрельцам неделя принесет множество интересных идей и проектов. Не бойтесь браться за новые задачи и использовать свой творческий потенциал. В личной жизни проявляйте больше терпения и понимания к своим близким людям. Козерог. Козерогам неделя подарит много возможностей для профессионального роста и развития. Будьте настойчивы и упорны в достижении своих целей. В личной жизни постарайтесь быть более открытым и искренним со своими партнерами. Водолей. Водолеям неделя даст множество неожиданных событий и испытаний. Будьте готовы к трудностям и не бойтесь искать новые пути решения проблем. В личной жизни проявляйте больше заботы и понимания к своим любимым людям. Рыбы. Рыба в неделе принесет много перемен и новых возможностей. Используйте свою интуицию и творческий подход к решению проблем. В личной жизни старайтесь проявлять больше доверия и уважения к своим близким. Далее блок новостей. Социальные пенсии в России вырастут 1 апреля на 7,5%. Такие выплаты получают инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди, не накопившие достаточно пенсионных баллов и другие категории граждан. Индексация пенсий затронет примерно 4 миллиона россиян. Социальные пенсии индексируют ежегодно, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В среднем размер такой пенсии в этом году составит 13,5 тысяч рублей. Она значительно ниже, чем страховая пенсия по старости. Разница между ними сейчас в среднем составляет более 10 тысяч рублей. Дорожники Якутии приступили к очередному этапу реализации национального проекта. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в этом году в республике отремонтируют 150 километров автодорог регионального значения и построят три мостовых перехода через реки Чоналыр в Мирненском районе, Хатын-Урях в Кабяйском улусе и Альчан в Тампонском районе. Кроме того, планируется привести в нормативное состояние мосты через реки Вилюи в Мирненском районе, Куй-Дусун и Кюбимя-Аймеконского улуса. По информации управления автодорог республики, в настоящее время идут подготовительные работы, в том числе перевозка строительных материалов на девяти объектах реконструкции, строительства и ремонта региональных автодорог. В Николаев-центре состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции, посвященной метру Якутской национальной кухни Иннокентию Тарбахову. Накануне ему исполнилось 80 лет. Всю жизнь он посвятил возрождению кухни народов Севера, сделав достоянием всего мира. Как подчеркнул руководитель Николаев-центра Юрий Семенов, открытие экспозиции является еще одним претворением заветов первого президента республики. Михаил Николаев и Иннокентий Тарбахов всю жизнь искренне дружили, дополняя друг друга в профессиональном тандеме. Они сделали высокую якутскую кухню. Постоянная экспозиция представляет жизнь и трудовую деятельность Иннокентия Тарбахова, его личные вещи и атрибуты шеф-повара. Также посетители смогут ознакомиться с уникальной государственной протокольной посудой республики и сервизом Кремля, подаренным ему во время приема иностранных послов. В селе Иенгро Нюрнгринского района прошел национальный эвенкийский праздник Хуктывун-2024 День Оленевода, посвященный Году Семьи в России и Году Детства в Якутии. На ледовой площадке реки Иенгро программа Дня Оленевода началась с торжественного открытия, где с поздравлениями выступили почетные гости и состоялся традиционный обряд СВК. Во время праздничного концерта прошел конкурс на лучшую национальную одежду, а многочисленные творческие коллективы подарили зрителям свои яркие и красочные номера. Главным событием, безусловно, стали гонки на олених-упряжках, в которых принимали участие как мужчины, так и женщины, а в завершении состоялся массовый заезд. Праздник традиционный, праздник необыкновенно любимым жителями нашего района. И вы знаете, я помню, людей, которые приезжали до пандемии, и сейчас что происходит, в разы большее количество людей приезжает, нередвинцев, многие гости приезжают, в республики приезжают люди. Это здорово. Я сегодня сказал, когда приветствовал всех гостей, что отлично, что не меняется ход именно этих времен, что опять весна, опять иенгра, опять день иеневода. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Доброе утро. Мы продолжаем. Это утро Якутии. Мирдинский театр – один из самых молодых профессиональных театров Якутии. Создан в 2008-м при участии правительства республики и акционерной компании «Алроса». На сцене Мирдинского театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре театра более 50 наименований, постановки как классических, так и современных вес. И в этом месяце театр нас порадует гастролями в столице Якутии. А именно 28, 29 и 30 марта будут проходить спектакли Мирдинского театра. Чтобы узнать подробности, мы пригласили нашего гостя. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Мирдинского театра Андрей Габышев. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Ну, с какими спектаклями? Всего три дня. Всего три дня, как я уже сказала, 28, 29, 30. Времени не так много. Заранее, наверное, нужно задуматься, как к вам попасть. Вот что нас ждет на сцене Саха-театра, вы сказали. Так, мы приезжаем, буквально сразу начинаем работать. 28, 27 мы отмечаем день театра. Так. Вот, 28 у нас в 15.00 на сцене Саха-театра идет детский спектакль о кошке-мышке. Причем, я думаю, спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Потому что очень интересные вот эти вот разные формы, большие предметы, да. То есть, когда актеры вживаются в роль мышек, да, все их окружают такие крупные предметы, над которыми работал Андрей Волков, художник, бутафор. Вот, постарались максимально создать вот эту детализацию очень интересную. Потом у нас 29.00 числа, это также будет с утра кошки-мышки, а вечером вечерний спектакль для взрослых «Ты мое воскресенье». Тоже хороший спектакль. Приезжала режиссер из Санкт-Петербурга Людмила Манонина. Якутскому зрителю она может быть знакома по спектаклю «Волшебники изумрудного города». Она ставила у нас в «Русском театре». Вот. Тоже людям нравится, как бы люди ходят. И я думаю, что кто видел этот спектакль, взрослые оценят и работу взрослого спектакля. Так что приходите, потому что история на самом деле очень трогательная. Она история первой любви накануне Великой Отечественной войны. Мы ее поставили в прошлом году, к 9 мая. То есть, очень такой акцент, с одной стороны, на патриотичность был, а с другой стороны, чувство, которое мы говорим про любовь, да, особенно первую, да, искреннюю самую, она не оставляет равнодушных. Можно сказать, военная драма. Да, да, да. Люди сидят с комом вот так вот здесь у горла. Я вижу, что даже взрослые плачут. То есть, там на самом деле и подросткам будет интересно, так и взрослому зрителю. Да, интересно. Интересно. И 30-го числа у нас также с утра «Кошки-мышки», а вечером, скажем так, главная премьера прошлого сезона – это «Островский на бойком месте». Почему главное? Потому что в прошлом году было 200-летие «Островского». И вот к этой дате мы поставили этот спектакль. Получился очень уникальный. Мы назвали жанр «Сибирский вестерн». Тоже пользуется большой популярностью. Многие задаются вопросом, почему вестерн? Ну, где «Островский», а где вестерн? Вот. Мы когда работали над ней, вроде у «Островского» написана комедия. Начинаешь читать, там не так много смешного. Как бы мы подумали, ну, как бы зритель придет, в пару мест где-то посмеется, может быть, ну, и задаться вопросами, а в чем в смысле. Ну, комедия. Тогда я понял, что просто тогда жанра как такового не было вестерну. Ну, и обзывали либо трагедия, либо комедия, да. И мне показалось, что актуально будет назвать именно вестерн, потому что по сюжету вообще, в принципе, бойкое место – это такой трактир, да, в диком каком-то месте, где творятся какие-то там, скажем так, преступления. Или, ну, в общем, хозяин не чист на руку. Там как раз выстрелы все, битье бутылок, ну, очень характерные черты, которые относятся именно к вестерну. Ну, и мы так и назвали «Сибирский вестерн». Вот эти три спектакли, я думаю, будут интересны всем. Ну, это вот вы рассказали, да, в этом есть особенности вот этих обстановок? Конечно, вот эти как раз особенности я сразу, ну, обозначил сразу два вопроса, да. Вот эти вот четкие как бы черты, да, каждого спектакля, который уникален в своем, да, жанре. То есть, в принципе, я не видел других таких спектаклей в других театрах. То есть, мне кажется, это очень, так, скажем, подчеркивает индивидуальность каждого спектакля, да. То есть, мы не похожи ни на один, другой. Мы не копируем, создаем свое. Ну, вот интересно, чем сейчас, помимо вот предстоящих гастролей, да, дышит Мирненский театр? Какие планы предстоят? Вот сейчас у нас как раз мы работаем над постановкой, опять же, Островского, «Гроза», школьная программа, вот, мы пригласили режиссера из Москвы, Станислав Васильев, это мой старый приятель, мы с ним познакомились на лаборатории в театре Вахтангова, лаборатории Римаса Туминеса, которого так давно, к сожалению, не стало с нами, да, он покинул эту трагедию для всего, как бы, театрального мира. Вот, но часть он дал, как бы, своего образования, своего видения людям, вот. Вот, и Станислав, он один из тех режиссеров, который держит, ну, какие-то, вот, задатки, знания, да, с которыми поделились с ним, поделился конкретно Римас Туминес. Вот, и я думаю, что спектакль пройдет очень хорошо, очень интересная премьера пройдет, и я думаю, в будущем мы «Грозу» обязательно привезем, вот, потому что зрители спрашивают, школьной программы сейчас очень не хватает, по крайней мере, в нашем театре, в Мирненском. Вот, так что мы работаем над этим, над этим, и к 9 мая, ну, может, чуть позже, мы, опять же, заденем патриотическую тему и восстановим спектакль «Не покидай меня». Тоже очень интересный спектакль, будет работать Георгий Юлианович Нестер, он у нас работает в театре, и ему доверили вот этот ответственный шаг. И в этом сезоне, еще, точнее, в следующем сезоне, но в этом году, у нас тоже выйдет такая, скажем, обозначим, если не главное, то ключевая премьера — это «Пушкин. Маленькие трагедии». Пушкин почему? Потому что 225 лет с дня рождения Пушкина, да, и мне кажется, «Маленькие трагедии» — это будет интересный спектакль, в чем его уникальность, потому что там несколько спектаклей одно. Андрей, я хочу поблагодарить вас, что нашли время в своем таком тесном, плотном графике, посетили нашу студию. Знаю, что якутяне всегда на ура принимают гастроли не только Мирненского театра, вообще с других городов нашей Якутии, России. Ждем вас снова в нашей студии с прекрасными анонсами, и до встречи. Спасибо, до свидания. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Увидимся с вами завтра на телеканалах Якутии 24 НВК Саха. Отличного дня.